Здравствуйте, меня зовут Учеркова Магарита, я ученица 5-го гривенского класса. Хочу представить вам доклад для Николая Михайловича Пржевальского. Известный путешественник, который не сделан, участвовал в нескольких экспедициях по центральной Азии, занимался изучением территории Китая, Монголии и Тибетов. В 1886 году получил звание генерал-майора. Наверное, это несправедливо, но лошадь Пржевальского более известна, чем сам человек, открытший ее мир в путешествии в Германии Пржевальского. А ведь только благодаря этой лошадке он вошел в историю, а еще многочисленным открытием в области географии и циологии. За свою жизнь он прошел расстояние ровно в длине экватора, преодолевал города Крепты и вершины. Почти все географические европейские общества удостоили его своих высших наград. Родился 12 апреля 1879 города, в маленьком селе Кимбарова, в Лисмоленска, в семье основного поручика Михаила Пржевальского и его жены Глена Пржевальцева. В школе учился хорошо, но неохотно. Выручала преноменальная зрительная память. Стоил один раз ему взъезжать на страницу, и он мог воспроизвести все, что там написано, с любого места. На него жаловались не только школьные учителя, но и соседи, предлагавшие матери отправить его на Кавказ. После окончания Смоленской гимназии, с отличием, Николай сам избил желание служить, и вскоре оказался обязанственным приходом полку. Молодый человек очень любил природу и мечтал занять ее учения. Получив отказ о переводе его на Амур, Пржевальский находит себе отдушину в книгах. Он мог провести зачтение 15 часов подряд. У него появилась мечта – стать студентом в Академии Генерального штаба, хотя поступить туда было достаточно трудно. В те годы набирали преимущества богачей и непредпотомствами в дворях, а Николай не имел никакого отношения ни к одним, ни к другим. Благодаря своей феноменальной памяти он справился с конкурсными заданиями и поступил в престижный вуз. В будущее студента 2-го курса Николай написал отличную курсальную работу на тему природы Амурского края. Его работа вызвала неподельный интерес, и талантливого молодого человека приняли в Русское императорское геологическое общество. Спустя некоторое время Пржевальский познакомил коллег со своим планом путешествия по Сентральной Азии, в частности по Тибету. Но его проект, кроме раздражения, ничего не вызвал. Коллеги молодого географа считали, что только губцу придет в голову идея отправиться в путешествие по неизведанным землям, без единокарты и опыта в этом деле. Тогда будущего географа осенила мысль, что есть и другой путь за решение задуманного. После выпуска из Академии он попадает в Сибирь, куда его отправили внести воинную службу. Он занимался изучением растений, почвы пилота сурового Ксурийского края, который в 1858 году присоединился в Россию. Николай отправил свою работу в главе географического общества. И тот, после дистанционального изучения ее, решил молодому путешественнику отправиться в экспедицию по Сентральной Азии. Но выигранных на эту поездку денег оказалось слишком мало. Тогда он сел за карточный стол. И снова на выручку пришла зрительная память, благодаря которой он выходил победителем практически из каждой игры. Ученому удалось собрать 12 тысяч рублей. Супа по тем временам огромная. И он вложил деньги в подготовительный этап первого путешествия. Первый раз Прживайский отправился в Сентральную Азию в 1870 году. Отправной точкой второго путешествия стал хуже. В 1879 году ученый отправился в третью экспедицию. Ему удалось стать первооткрывателем новых видов птиц и животных. Именно тогда он впервые увидел дикую джунгарскую лошадь, которой впоследствии присвоили его имя. Четвертая экспедиция закончилась в 1888 году. В городке Карапол. Прживайский последний экспедиция 11 лет своей жизни. В частности, он руководил двухгодичной экспедицией «Гуссурийский край». Собранные материалы легли в основу книги «Путешествия на Сунисский край». Вместе с препаратуром юноши Михаилом Ягуновым и двумя казаками он дошел по реке Уссури для казачьего поделка Бусса, потомка озера Арка, служащим транзитным пунктом во время перелета птиц и давший ему материал для орнитологических нагрузений. Зимой он следовал Южно-Муссурийский район, пройдя за три месяца 1100 километров. Общая длина маршрута экспедиции Прживальского составила 3500 километров. Результатом стали богатые зоологические коллекции, включившие в себя около 7500 экспонатов. Гербарий насчитывал около 16 тысяч образцов флора. В 1891 году русским географическим обществом была учреждена серебряная медаль и премия имени Прживальского. В 1888 году Николай Михайлович отправился в очередную разведку. Он возглавил отряд 22-го человека, с которым добрались до Пешпека. Дороги очень сильно захотелось пить, и он защитнул воды из местной речки, хотя знал, что там ушли тихо. Состояние здоровья начало резко ухудшаться, но ученый решил, что это банальная простуда. Но коллеги пригласили доктора, который поставил неудшительный диагноз. Прживальский выслал свою последнюю просьбу, чтобы его прак похоронили на берегу озера и Сыркуль. Он погиб 1 ноября в 1888 году от брюшного тихо. На могиле стоит памятник в виде скалы высотой 8 метров, на вершине, в которой сидит гонзовый орел. Скала состоит из 22 камня, по одному за каждый год, отданной науке. В памяти о великом путешественнике сохранилась в названии нескольких географических объектов, в видах растений и животных. Самым значимым открытием стала лошадь Прживальского. Виды животных – пеструшка, песчанка, поползень, цинковый гейкон, бабочка-сатерида Прживальского. Виды растений – бузуль, жузгун, лук, рогаш, салфель, член Прживальского. Я использовала такие интернет-источники. Департный кончик. Спасибо за внимание.